В прошлый раз, Алексей Игоревич, был у нас 5 лет назад. В прошлый раз, как вы помните, в поликлинике было вместо крыши решето. Были кабинеты с плесенью, было много проблем, бежали специалисты. На тот момент, укомплектованность врачами-педиатрами Назаровской районной больницы составляла 40%. Участки перекрывали фельдшерами, в том числе в качестве самоситиста. Нередко были проблемы, как вы все помните, с очередями. Нередко были проблемы вообще с тем, чтобы попасть в поликлинику, потому что нам приходилось иногда после дождя аврально перекрывать какие-то кабинеты, аврально перекрывать коридоры. Ну, в общем, много чего нужно было делать. На сегодня мы все знаем, что после проведенных различных работ в части реконструкции капитального ремонта поликлиники детской, включая и кровлю, и само здание, включая перепланирование в определенной степени процессов внутри поликлиники, мы создали три блока, которые сегодня с удовольствием показали председателю создательного собрания Хасноярского края. Осталось дождаться вишенки на торте, я имею в виду в части ремонтов. Это сейчас проводится подготовка проектно-смертной документации по пристраиваемому лифту, который будет пристроен к зданию, но вход в него и выход, соответственно, на каждом этаже будет внутри, как и положено. И, по сути, получается, архитектурно-планировочное решение будет решено. По оборудованию, как вы знаете, теперь у нас есть хороший аппарат УЗИ, есть хорошее оборудование у нашего детского офтальмолога, а недопотопные старые щелевые лампы, есть полностью оборудованный кабинет хирурга. Ну, а самое главное, что после того, как решились эти проблемы, нам удалось совместной работать, включая работу в Министерстве здравоохранения Касноярского края и включая работу в администрации города Назарова, нам удалось привлечь, укомплектоваться специалистами-педиатрами. На сегодня у нас 12 участков, и только два участка полностью обслуживаются фельджерами, все остальные имеют собственного врача-педиатра. Только за прошлый год пришло 4 врача. В этом году пришло еще 2 врача, и сейчас мы ведем переговоры еще с одним доктором. Почему мы планируем даже привлечение большего количества специалистов? Потому что сегодня мы показали нашего одного специалиста, это очень хороший, грамотный парень, эрудированный, начитанный человек, который видит будущее немножко дальше, чем может быть некоторые. И мне удалось уговорить его решить с его помощью нашу насущную проблему врача-невровок. Я думаю, что нам удастся совместными усилиями его зачислить на ординатуру. Он пройдет ординатуру в течение двух лет, и у нас наконец-то появится молодой, перспективный врач-невровок.